В историческом здании на улице Пограничной, где по сей день растят чемпионов по спортивной и художественной гимнастике, закуплено новое оборудование и спортивный инвентарь. Без сомнения, для успешного проведения тренировочного процесса спортивная школа должна быть обеспечена современным спортивным оборудованием и инвентарем. Отмечу, что благодаря гранту правительства Приморского края на здании на улице Пограничной появится новое спортивное покрытие и новый современный спортивный инвентарь. Уже в сентябре воспитанники спортивной школы смогут заниматься в обновленном спортивном зале. Спортивная школа по гимнастике Владивостока существует уже более 70 лет. Ее воспитанники являются сильнейшими спортсменами на территории Дальневосточного федерального округа. Они становятся победителями и призерами на международных и всероссийских соревнованиях, входят в молодежную сборную команду России. Мы подали заявку на грант. В этом году нам выделили грант в районе 7 миллионов 474 тысячи, ну почти 7,5. На эти деньги было приобретено оборудование, потому что в любом случае старый гимнастический ковер ему 22 года. То есть его уже надо было заменить. Сейчас у нас идут ремонтные работы по укладке и установке этого ковра. Также было закуплено маленькое оборудование для малышей. То есть это конь-махи. Для опорного прыжка у нас был закуплен конь. Также 4 мостика, с которого дети разбегаются, отталкиваются и прыгают прыжок. Вот также для разновысоких брусьев у нас заказаны 4 жерти. Ну и очень много вспомогательного оборудования, которое в дальнейшем поможет маленьким юным гимнастам. Сейчас в школе занимаются 650 человек. Отметим, что также идет капитальный ремонт спортивного комплекса на Океанском проспекте. Туда планируют перевезти часть воспитанников с сентября. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.